Я тоже из ничего много чего могу, только не афиширую буквально из знаешь чего. Откуда я приехал? Да говорить даже не буду. Где вы, где я, и что будет с вами через 10-то лет? И кто я буду? Вот вы тут думаете, думаете, все считаете за дураков, за отстоев, как моя дочь. Вот выразилась недавно по поводу, да, вот дура, две дуры сидят. А я ведь не баллотируюсь, не ровен час вообще, ммм, академиком вот тут с вами. А ты, ты вон, 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 судя по личному твоему же делу, диссертацию не смог одолеть, переводы эти, кто их там проверит? Может ты сам сочинил, а диссера нет у тебя, игрок ты в компьютерные игры. Вот ты что, наркоманы вы тут, наркоманы тут вообще. Да почему наркоманы? И не говори мне, что это ваша принципиальная позиция, не бороться за место под солнцем, как один тут выразился, когда я его уволил. Лень обыкновенная. И прежде всего это касалось, это касалось этого, твоего этого заложника. Вот все время забываю, как его звали. Кстати, он из-за прошлого видеокамера института еще не отчитался, которую у него якобы украли с сотрясением головного мозга. Это удумать надо. Эту камеру у него отобрали в проходняке на Пушкинской. Стукнули хорошо по чайнику. В милиции приняли заявление и сказали, что это второй случай. Первого там же ограбили фотографа журнала «Жизнь глухих». Отняли кофр. И книги ценные, ценные из библиотеки. Он тоже при ограблении утерял, да, при ограблении? Кто он такой, жук этот? Как он вообще с тобой оказался? Перешел в другую лабораторию. Зачем его взяли? Ни к селу там, ни к городу. Вообще иронисты. Я его в январе уволил. Нет, он опять вылез. Не помню, как его зовут. Я был против, чтобы он ехал с тобой в экспедицию. Он столько тут мне нашептал, столько. Он из Йоуфилда прислал грант именно на его имя и на меня. А, на институт прислали. Самое дело, на меня. И ты ведь не в курсе, повторяю, когда я его увольнял, что он мне наговорил про тебя. И что ребенок твой больной только прикрытие для тебя, чтобы тебя не увольняли, а на самом деле это его ребенок. Что ж, я понимаю, выдавал желаемое за действительное, опять-таки. Что у него сестра такая инвалид, родилась и умерла, и мать ему сказала, когда он вырос, что он не должен иметь детей, а с твоей женой он не предохранялся, мстил. Вот, видишь, видишь, и он обязан, так сказать, содержать своего ребенка, его типа нельзя увольнять и подобное тому. Ну что ж, я, кстати, должен предупредить, что эта запись ночного пения является интеллектуальной собственностью Кухарева. И тут кричал мне, что его не имеют, не имеют права уволить, вплоть до генетической экспертизы, что этот ребенок Алексей, он его ребенок. Первый не слушает. Да уж, я его перед отъездом специально предупредил, чтобы он не брал с собой спирт, и уж ни в каком случае не поил Николая. Наш товарищ Кухарев ведь впервые посетил Энти. И я, я подписал сразу приказ об увольнении, мараться об эту гадость. Почему? Потому что ты сам гораздо больше симпатичен мне. Первый настойчиво. Но по приезде к Энти, когда я пошел к своим там информантам Гавриловым, то Кухарев, оказывается, спустился на первый этаж дома рыбака, где в красном уголке посетил артистов местного театра. И там обнаружил Николая, познакомился со всеми и выставил спирт. Николай должен был ехать дальше на гастроли с театром. У них упала посещаемость, а на Николая всегда анжелах. Он местное божество. Это вообще такая эндская труппа с европейским репертуаром. Театр на основе курса. Они, 14 человек, когда-то поехали на учебу, учились в Москве, родили там 8 детей. Детей отправляли домой регулярно. Регулярно друг друга резали. Мне как-то в подарок привезли со своей родины, с Юзани, после каникул одеяло из песцов. Двойное, 2 метра на полтора, мехом наружу. Мы сначала хотели сшить Анюте шубу, но все было некогда, денег не было. Этим одеялом зимой накрывали Алешку, когда он спал на балконе. Потом, правда, пришлось отделаться от этого песцового одеяла. Выкинули. Ты что, люди бы купили? Я лично знаю. Нет, нет. Плохо выделанная шкура. Она лежала на антресолях. В ней завелось червье летом. Жена осенью развернула. Потом аккуратно смотала и вынесла на помойку. Но вот эта труппа у них в репертуаре без вины виноватые. Они как раз сидели. В гостинице идти было некуда. Вечный праздник. Тем более, что у них там есть звезда. Варвара. Заслуженная она. На роль не иной. Она главная алкоголичка. Время. Время. Мало времени. Я стараюсь вам объяснить обстановку. Юра, как потом рассказали, выставил пузырь спирта и стал настойчиво угощать Николая, будучи с видеокамерой на готове. Снимал артистов и Николая. Николая не может отказать никому. Это не в правилах народа Энти. Тем более, что спирт для них лакомство. Потом там был большой конфликт. Николая связала администратор полотенцами. И его тут же уложили под стол. У них у Энти нет первой стадии опьянения. Сразу же или за нож берутся, или валятся с ног. Ему нельзя пить совершенно. Потом, я думаю, Юра сел за этот стол и стал поглядывать вниз. Прислушался, караулил. Актеры мне в красках описали. Они все уже легли спать, а он все сидел на готове с камерой. Свет, причем, не гася. Я ему еще в самолете рассказал много об Энти, дурак. Вводил в курс дела и о том, что так и не смог записать ночное пение Николая. Выпьем, да вместе. И записать не удается. Неловко использовать слабость Николая. Как бы пожаловался за смехом я ему. Ну и Юра решил, видимо, провести эксперимент сам, хотя Николай. Это мой информант. Это я перевел его эпос «Пять песен Ямалой Хайера». Это не шутки. Еще две у меня на пленке записаны. Лежат в ожидании денег, кстати. Как и первые пять. Денег нет. А потом я рано утром вернулся в гостиницу. Пошел искать Николая. Все спят в повалку. Дух ужасный. Нашел его под столом и развязал. Он не мог шевелить руками. А ему же надо вечером играть на уоле. Сделал втык администраторши. Там такая убоина Валентина работает. Поднялся наверх. Разбудил Юру. Юра тут же мне похвастался, что записал ночное пение Николая. Выпили пивка. Он был в ударе. Шутил. Смеялся. Я, конечно, промолчал насчет того, что не надо было развязывать Николая, как только он уснул. Вообще, как бы проглотил это соображение. Ни в чем не упрекал. Я попросил его только показать мне кассету. Сказал ему, что расшевровывать ночное пение смогу только я сам. Кухарев не понимает языка Аэнти, как будучи вообще арабистом. И что все равно всю работу надо будет делать вместе. Он мне показал запись. Я ее прослушал. Очень многое понял. Догадался. Одним словом свел концы с концами. И вот тут я, надо сказать, сделал грубейшую ошибку. Я предложил ему как бы просто так пойти в одно место прогуляться, поснимать. А это было как раз священное место Аэнти, так называемая долина Сидящего. То, что я услышал в моей голове, связало все нити. И я повел Кухарева туда снимать Сидящего, потому что ночное пение было о нем. Так, Сидящего, Стоящего. Это наподобие чего? Минутку. Сидящего царя. Эпоха приблизительная Александра Македонского. Мы пошли туда, достигли мольбища, спустились в могильник, снимали. А на обратном пути он заявил, что съемка могильника, его интеллектуальная собственность, и он мне ее не отдаст. Будет один автором публикации. А, его собственность. Да ворон, ворюга. Деньги на экспедицию. От института. Камера тоже. Тема тоже. Сколько лет туда ты ездишь? А вечером я пошел опять к Гавриловым, чтобы не находиться с ним в одной комнате, он остался с артистами в гостинице. Мы оба очень устали, я решил у Гавриловых продолжить вчерашнюю работу по записям о прошедшем годе. Вот, и я вижу, что у вас были с ним взаимоотношения, как всегда в науке. Вор у вора дубинку украл. А мне говорили, что вы тут буквально все святые во главе с этим вашим бывшим академиком, как там его Альцгеймером. Именно так. Энгель Хартам, если точнее, который болен болезнью Альцгеймера. Один хрен в маразме он. Почетный член. Даже премию ему какую-то в зубы сунули, уходя. Как говорится, посмертно, чтобы не скучал на пенсии. Картина Рожкина. Шиш. Мы его выступление так называли. Картина Шишкина. Рож. Так сказать. А он однажды перепутал. А, да. Теперь я понимаю, почему руководитель того отдела настаивал именно на кандидатуре Кухарева для увольнения. Сдал его с потрохами. И было за что, я понял. У нас остальные все одинокие матери или перед пенсией. А, ну да. А у тебя ребенок больной. И вообще у вас отдел. Это целый интернат для инвалидов по уму, как я понял. А Кухарев тогда еще приходил ко мне, когда его увольняли. И выражался про тебя, что ты хорошо устроился на основе больного ребенка. Но лишь только на словах, что вы давно с женой разбежались. Она живет с другим. То есть с ним, с Кухаревым. А этот один миф. Это больной ребенок у тебя. А вот теперь его увольняют. Хотя это у него его собственный больной ребенок. И больная тоже престарелая мамаша. Его сидит на шее у него с одной пенсией. Вот, не к ночи будет помянута. Да это все его фантазии. Не верьте. Так ты убил его? Убил бы, если бы получилось. О, глаза загорелись. Загорелись. Тогда зачем мне хлопочешь? Да, необходимо. Невыносимо. Как жить бы стал после такого? Как бы преступление... Наказание. На твоем-то месте бы он бы деньги выжал изо всех на выкуп. Да не отдал бы за тебя. С радостью бы сдал на жареху. А ты? Да вот как-то так. Невозможно убить. Дурак ты. Дурак. Стой. Стой. Ну так вот. Сидел я у Гавриловых. И они рассказывали мне о трагических событиях за прошедший год. И вот это и есть мое сообщение номер два на симпозиуме. Люди ли начали исчезать, когда я был там прошлым летом? Мои информанты сказали, что в предгорьях Джунджи появились чучуны. Были найдены человеческие останки со следами тепловой обработки. Продолжение следует...